Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня будет очень интересное грузинское блюдо, небольшая предыстория. Практически у каждого народа Кавказа есть свой вид шашлыка. Но помимо шашлыка есть блюда, которые заменяют кавказцам шашлык, когда шашлык приготовить невозможно. Допустим, есть такое блюдо, как казан-кебаб. Это шашлык, который готовится в казане, казан-кабоб. А мы сегодня приготовим грузинское мясо, или мясо по-грузински. В Грузии его называют мясо на кеце. Кеце это вот такая вот глиняная сковородочка. Если вы зайдете практически в любой из грузинских ресторанов, в меню вы... Ну, кстати, особо рекомендую на площади Свободы в Дбилиси. Ресторан Старый Тбилиси находится в подвальчике. Там, наверное, самый лучший в Грузии мясо на кеце подают. Итак, это, ну да, своего рода шашлык, как я уже сказал. Просто шашлык приготовленный, когда возможность приготовить обычный шашлык. Обычного шашлыка нет такой возможности. Поверьте, мясо очень-очень вкусное. Нам понадобится свинина. Какую часть свинины использовать, остается на ваше личное предпочтение. Так как я люблю пресное мясо, то есть люблю именно вот такое вот нежурное, я использую вырезочку. Совершенно спокойно можете использовать ошеек или заднюю часть. Также понадобится лук, немножко сухого красного вина, стакан сметаны, мука. Обязательный ингредиент для этого блюда приправа грузинская хнели-сунели. Черный перец и немного меда. В первую очередь надо мясо, как для обычного шашлыка, замариновать. Мясо нарезаем кусочками по размеру такими, как вы привыкли резать шашлык. То есть, ну вот такой вот средний кусочек, так как я нарезаю вырезку. Если вы будете резать из-за шейка, не совсем мелкие, потому что совсем мелкие, наверное, не очень вкусно будет. И не совсем крупные, как, допустим, делали шашлык при Советском Союзе из огромных кусков свинины, мне тоже не особо нравится. Хотя у этого, так сказать, варианта приготовления шашлыка тоже есть свои плюсы и, уверен, есть огромное количество почитателей. Нарезанное мясо отправляем в емкость, в которой оно будет мариноваться. Сразу же присолим его. Добавим хмели-сунели. Вообще, точный, полный текстовый рецепт и количество всех ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании видео. И черный перец. Постоянные зрители канала нашего знают, что всегда в описании видео есть полный текстовый рецепт для удобства, для того, чтобы не надо было видео пересматривать 10 раз, чтобы повторить блюдо. Те, кто попали на канал впервые, я вам сообщаю о том, что под каждым нашим рецептом в описании есть текстовый пошаговый вариант рецепта, все ингредиенты, указанные в граммах. Поэтому, посмотрев один раз видео, вы можете не только визуально посмотреть, как это делается, но скопировать рецепт, свою записную книжку в сборник рецептов в текстовом файле. Надо, наверное, рукой залазить в этот мед, потому что иначе дела не будет. Если кто-то скажет, что у меня грязные руки, я вчера делал вино, и пальцы потемнели от винограда. А то пишут, дизлайк, руки грязные, руки чистые, руки всегда мою. Вот так вот, друзья, перемешаем хорошенько мяско. Добавим сюда буквально пару ложечек красного вина. Остальное нам понадобится при приготовлении. И оставляем его при комнатной температуре. Ну, конечно, ни на солнце, ни на жаре, но при температуре 18-20 градусов. Если у вас значительно жарче, ну, поставьте в холодильник. И оставлю при комнатной температуре мариноваться часа на полтора, на два. Мяско почти замариновалось. Прошло уже полтора часа. Нарежем лук полукольцами. Сильно мельчить не надо. Миллиметра по 3-4. Лук в этом блюде должен чувствоваться в готовом блюде. На хорошо разогретую сковородку наливаем растительного масла. И обжариваем наш шашлык. Обжариваем несколько раз, переворачивая, для того, чтобы мясо обжарилось равномерно со всех сторон до золотистой корочки. Около трех минут обжаривалось мясо с одной стороны. Вот так вот. Видите, какое оно стало красивое, подрумяниное. Обжарим его со второй стороны. И потом немножко обжарим еще с торцов. Ну, так будем складывать кусочек в кусочку. Мы вам покажем. В общем, чтобы мясо было равномерно обжаренное со всех сторон. Когда мясо обжарилось с двух сторон, добавляем лук. И теперь вместе с луком его обжарим тоже. То есть мясо у нас обжаривалось около 7 минут. Лук обжаривался 3 минуты. Подрумянивать его не надо. Надо, чтобы он немножко размягчился и стал такой частично прозрачный, скажем так. Добавим вино. И еще обжарим несколько минут. Еще через 2 минуты перекладываем мясо в кастрюльку. Доливаем 150 мл горячей воды. Включаем медленный огонь. Ждем, пока закипит. И после закипания тушим на очень медленном огне под закрытой крышкой 20 минут. Пока жаркое тушится, приготовим соус на сухой сковородке немножко разогретой обжарим муку до бежевого цвета. Чтобы мука не пригорела, вот так вот постоянно ее помешиваем, не останавливаясь. Через 4 минуты добавляем в муку сметану. И сразу же активно перемешиваем, чтобы у нас не запеклись комочки. Через 1 минуту добавляем еще 150 мл воды. Опять хорошенько перемешиваем. После добавления воды стараемся измельчить все комочки, которые образовались от муки. Их в соусе быть очень нежелательно. Теперь сметану можно немного присолить. Присаливаем соус по вкусу. То есть он не должен быть сильно соленый, он должен быть соленый нормально, так как у нас мясо... Ну, не должен быть пересоленый, скажем так, так как у нас мясо уже соленое. Отправляем наш соус в кастрюльку или в горшочек, в зависимости от того, в чем мы готовим. Чуть-чуть перемешиваем. То есть не надо его там прям калашматить в горшочке или в кастрюльке. А вот так вот создаем ему возможность проникнуть, так сказать, на все уровни нашего блюда. Опять накрываем крышкой и еще 15 минут тушим на медленном огне. Через 15 минут блюдо готово. Вот так вот красиво и выглядит, пахнет божественно. Выключаем огонь, даем настояться где-то в течение полчаса и будем подавать на стол и дегустировать. Как я уже говорил, в Грузии вам это блюдо подадут вот на такой вот штуке. Глиняная сковородочка, которая называется кец. Она будет раскаленная и подливка в ней будет шкварчать и пенится. Я же просто выложу для того, чтобы показать, как это подается и как оно выглядит. Это блюдо предполагает очень большое количество подливки. Мясо просто купается в ней. Вот так вот, несколько кусочков мяса. О том, какое оно нежное, можете судить по тому, что еще не начав с ним ничего делать, оно уже просто под ложкой разваливается. И безумно вкусный соус. Друзья, запахи здесь просто потрясающие. Вот примерно так. Давайте дегустировать. Когда вы будете в Тбилиси, вам это блюдо обязательно подадут с грузинским хлебом шорти. И не забудьте заказать чачи из красного вина. Я очень люблю вот это мясо с красным сухим грузинским вином. Но у меня его сейчас нету, поэтому буду дегустировать с чачи. Ну как же грузинское мясо бы с чачи? Итак, мясо по-грузински. Нежнейшее. Оно просто тает во рту. Его даже на вилку наколоть невозможно. Друзья, это божественно. А с подливкой надо поступать вот так вот. Она тоже настолько вкусная. Просто потрясная. Я не знаю, что еще сказать, какие дифирамбы успеть этому мясу, этому рецепту. Он настолько вкусный и классный. Мясо настолько нежное и необыкновенное на вкус. В общем, я предлагаю вам попробовать его приготовить. Поверьте, вы не будете разочарованы. И, конечно, после кусочка мяса ваше здоровье, собственного производства чачи. Это божественно. Это просто... Сегодня это сделает мой вечер, дорогие друзья. С удовольствием вам представляем рецепт мяса по-грузински. Будете в Тбилиси, обязательно на площади независимости зайдите в ресторан Старый Тбилиси. А если в Грузию не собираетесь, приготовьте себе дома маленький кусочек Грузии, друзья. Попробуйте, а вам понравится. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, если видео понравилось. А мы с Ларисей будем снимать для вас новые интересные рецепты. Всего доброго, пока. Я сейчас придам все шревоугодию. Продолжение следует...